У нас с вами новая неделя, и мне уже не терпится поделиться с вами новыми луками. Неделя предстоит насыщенная, событий будет много, так что луки должны быть очень разнообразные. Я очень всегда рада вашим откликам, поэтому пишите комментарии, пишите, что вам понравилось больше всего. Ну и, конечно, наслаждайтесь просмотром. С вами Ольга Епифанова, канал Стильно. Поехали! Ура, 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 ура! Первый день, когда можно выйти в косухе, потому что достаточно тепло. Я очень ждала этого дня. Ну что ж, у меня день сегодня достаточно спортивный. Я иду на волейбол, потом я делаю небольшой разбор, распаковку того, что мне пришло домой из интернет-заказов. И потом еще на танцы и еще на одно спортивное занятие. В общем, действительно день спорта. На мне сегодня толстовочка очень прикольная. Сейчас в моде, в тренде вот такие вот обгрызанные куски. Я думаю, вы их видели и на свитерах, и не только. Любимая моя косуха. Вот такая вот прикольная. Белые джинсики. Они здесь кажутся мятами, но на самом деле они смотрятся намного интереснее и лучше. И любимые новые кроссы. Ну а это мой лук, когда нужно забежать к соседке за булавочкой. А булавки мне нужны были вот для чего. Меня внезапно настигло вдохновение. Я решила создать вот такой вот брошь. А в ночи булавочки не купить было. Хорошо, что есть соседи, которые выручают. Ну что ж, я действую по принципу без отлагательности. Поэтому на сегодняшнее занятие в торговом центре, где я буду преподавать практику по шоппингу, я уже надеваю свою новую брошь. Ну что, как вам она в образе уже целиком? Еще один лук в моей любимой курточке. Но тут я вот что хочу показать и рассказать. Те, кто подписан на нас давно, наверняка помнят эту толстовку. Я про нее говорила, что она мне не идет. Это не моя толстовка. Это действительно не моя. Это моей сестры. И она действительно меня не очень украшает сама по себе. То есть я в ней становлюсь бледной. Но что я сделала? Сегодня мне не нужно будет нигде снимать эту куртку. Поэтому сверху я добавила свой цвет. И он в достаточно большом количестве. Подкрасила губки немножко поярче. И все. И вперед. Поэтому модная стильная толстовочка виднеется из-под модной моей косухи. С модными ботиночками, кедиками, кроссовочками. Все. Я готова. Вперед. Еду сегодня преподавать в Европейскую академию имиджа. Наверное, первую половину занятия можно будет застегнуть жакетик. Надеть ремень сюда сверху. Подчеркнуть далее. Такую чуть более строгую форму создать. А потом, после перерыва, можно и прераскрыться. И показать, как лук может адаптироваться под более вечерний. Хотя, вроде бы, все то же самое на мне и надето. Здесь, посмотрите, я еще просочетала две броши. Одновременно они одинаковые по форме, но абсолютно разные по наполнению. Одна объемная. Сейчас вот так, чтобы видно было. Одна объемная, наполненная. Другая плоская. И вот здесь такое с перфорацией, да, с дырочкой. Но за счет того, что у них единая форма, они очень хорошо сочетаются. Плюс серебро с серебром. Здесь красный ремешочек тоже с серебром, который здорово сочетается с красным сердечком. Так что вот такое у нас объединение. Ну, раз уж я сказала про ремень, решила показать, как это будет с ремнем. Вот видите, немножечко построже по структурированию. Сегодня планирую на шопинг со своей постоянной клиенткой. Поэтому выбрала очень удобный костюмчик. Выбрала свою, я ее называю, шопинговая сумочка. Так как она очень небольшая, но в нее вмещается мобильный телефон. Освобождает мне руки и не оттягивает мое плечо. То есть мне не тяжело с ней ходить. Ну, конечно, дополнила все аксессуарами. Куда же я без них? Все, побежала. Сегодня у меня задача была несколько важных дел успеть. Первое, это я проводила онлайн занятия. Видна была моя портретная зона. Поэтому выглядела я как педагог. Все как полагается. А внутри у меня при этом достаточно спортивный топ и лосины. Потому что сразу после онлайн занятия я побежала на танцы. Переобулась и занималась. Сейчас поеду к клиентке на разбор кардироба. У нас это не первый разбор с ней. Поэтому она меня уже знает. Я себе могу позволить чуть более спортивно одеться, чем обычно. Хотя, в принципе, на разбор я всегда стараюсь на спорте ехать. Потому что там постоянная движуха. Постоянное движение. И, конечно, в каком-нибудь облегающем платье это будет сильно некомфортно. И вечером у меня снова спорт. Поэтому лосиночки мои красивые останутся со мной. Переобуюсь в кроссовки. Топик тоже у меня как для спорта подходит, так и для дневных и даже вечерних мероприятий. Вот такой вот супер универсальный. Вот как раз именно в таком ракурсе я была сегодня на занятии, на онлайн занятии в Европейской Академии Имиджа. Ну что ж, еще одна наша неделя подошла к концу. Надеюсь, что вам было полезно и интересно. Если вдруг есть какие-то пожелания или о чем-то вы хотите, чтобы я рассказывала подробнее, пишите об этом в комментариях. И, конечно, не забывайте ставить лайки. Мне всегда приятно, когда я вижу отклики и отзывы на то, что я делаю. С вами Ольга Епифанова. Канал Стильно. И до новых встреч.